Приветствую всех, кто взглянул ко мне на канал. Снимаю парфюмерный обзор на покупки октября месяца. В этом месяце у меня было 4 парфюма. Два из них я заказала на мейкап, два, соответственно, в Натина. И, пожалуй, давайте начнем с вот такого красавца. Это Аметист от Лолик. С него, собственно, мой парфюмерный месяц и стартовал. У нас довольно длительная история знакомства. Наверное, еще года два назад, может быть, даже больше. Я обратила на него внимание в Литуаль. Вот я подходила, наносила на себя, наносила на блотер. Мне уже хотелось его взять, но каждый раз меня что-то останавливало. И я уходила с другим парфюмом. Теперь уже, будучи его обладательницей, я поняла, в чем дело. Но об этом чуть позже. Все-таки из-за того, что достаточно часто я к нему подходила, аромат отложился, что называется, у меня на подкорке. Я занесла его в свой виш-лист парфюмерный. Когда увидела на мейкап за 50 мл цену 2450 рублей, я решила, что это шикарно. Лучше, возможно, уже не будет. Поэтому, да, решила однозначно, беру. К сожалению, обстоятельства сложились не в его пользу. Пришел он ко мне 3 октября. Как сейчас помню этот день. Потому что, когда я проснулась с утра, поняла, что абсолютно напрочь потеряла обоняние на фоне заболевания ковидом. Болела я тяжело. И, знаете, иногда бывает аромат у нас как приятная такая копилочка воспоминаний. Мы надевали его, когда нам повезло, когда у нас был удачный день, радостное событие. А вот здесь все сложилось с точностью наоборот. Я беру этот аромат в руки, и ко мне возвращаются воспоминания тяжелого вот этого периода, где-то страшного. Потому что наша семья пострадала в этой борьбе сильно. И хочется верить, что в дальнейшем, пока у меня аромат отправится, что называется, на полочку будет отстаиваться. Пользоваться я им пока не буду. Что в дальнейшем нам не помешает. Вот эти воспоминания, они постепенно уйдут. И как бы мы будем с ним дружить. Итак, что касается года выпуска. 2007 год. Аромат относится к группе цветочно-фруктовых. И давайте рассмотрим его флакон. На мой взгляд, невероятно красив. Ровные, четкие грани. Глубокий, темно-фиолетовый, аметистовый цвет. Собственно, наверное, поэтому и обратила внимание. Я когда-то увлекалась вот этими всеми камешками на шнурочке. Думаю, вы помните, это было популярно где-то в 90-х годах. И самым любимым камешком у меня было аметистовое сердечко. Дальше, если присмотреться, можно увидеть такие разводы. Это не совсем разводы. Это как веточки, ягодные веточки. Даже с шипами. И в том числе можно увидеть ягодки-ежевики. Создатель аромата Натали Лорсон. Довольно такой именитый парфюмер. У нее в портфеле порядка 240 работ. Здесь и сетевое направление. И она работала с Reflame, с Avon. Причем такие свеженькие работы. Это артистик Нимфея и Вестерия. Или Вестория? Наверное, Вестерия. Ну, если не права, поправьте. Фаберлик аромат Феста де Вита. Много работ с селебрити. Это и Антонио Бандерас. Это Дито Фонтис. Это Кейт Мосс. Ну, а если говорить про большие дома, то здесь у нас Арман Баси. Барбари аромат Уикенд. Шапарт аромат Виш. Такой в виде бриллианта, по-моему, или кристалла. Далее Ланком. Мюглер. Тоже хочу обратить внимание. Долгожданная новинка этого года. Эллиан Гадес. Но, к сожалению, довольно спорный по отзывам. Ну, и Труссарди. Ее Величество Донна. Конечно же, аромат Донна довольно знаменитый. Это, опять же, ее творение. Также она принимала участие в числе других парфюмеров в создании Black Opium от Yves Saint Laurent. И, собственно, Black Opium является самым популярным вообще во всем ее портфеле. И также в пятерку входит Барбари Уикенд. И, собственно, на пятом месте как раз Аметист. Итак, пирамидка. Верхние ноты. Черная смородина, ежевика, черника, шелковица и клубника. То есть, видите, такая абсолютно ягодная история. Сердце. Перец, пион, роза и иланг-иланг. И база. Мускус, дерево и ваниль. Старт у аромата ягодно-кислый. На первый план буквально сразу вырывается черная смородина. Здесь тебе и зеленые листья. Здесь тебе чуть не дозрелые грозди. И далее к ней присоединяется ежевика. Собственно, ежевика и черная смородина, как я считаю, это те две ягоды, вокруг которых и строится весь аромат. И они звучат на протяжении всего времени, пока ощущаешь аромат с руки. Что же касается других ягод, черника, шелковица и клубника, они чуть оттеняют вот эту кислотность ежевики и черной смородины. Придают некую сладость, но ощущаются они буквально покасательные. Если вы будете принюхиваться, да, что-то такое вы услышите. А так, нет, солируют в основном ежевика и черная смородина. Вот почему еще аромат достаточно спорный для меня, странный. Я не фанат ягод. Я думаю, те, кто смотрит меня не первый раз, они об этом знают. Я об этом говорю и в уходовой косметике. А здесь вот именно старт меня сразил. Не знаю, делали в черной смородине. Ну, скорее всего, да. Но вот опять же, не так давно тестировала я императрицу знаменитую, где опять же черная смородина играет такую важную роль. Но да простят меня поклонницы этого аромата. Меня буквально скривило, скрутило. И я тут же выбросила блоттер и дальше даже не стала прислушиваться. В общем, не знаю. Не знаю, в чем секрет именно аметиста. Раскрытие у аромата достаточно быстрое. И по мере того, как появляются сердечные нотки, это происходит минут через 10, ну, максимум 15, аромат становится слаще. Отвечают за это, как я понимаю, роза и иланг-иланг. По поводу пиона, да, но чуть позже, еще где-то минут через 5. И перец, который также заявлен в сердце, нет. Вот перца не ощутила, что называется, совсем. Ну, а далее еще где-то минут 20-30 до базы. И вот пока я ощущаю этот переход до базы, аромат играет, ну, можно сказать, не самыми приятными красками. Появляется некая мылкость периодически. То есть, вот напоминает аромат душистого мыла. Иногда аромат хорошего, дорогого, но лосьона для тела. Согласитесь, это не лучшим образом характеризует парфюм. Вот, что же касается базы, то она легкая за счет мускуса, абсолютно прозрачная, немножко древесная, но в основном ощущается вот эта ягодная кислотность. Собственно, поэтому теперь я понимаю, каждый раз я останавливалась и не покупала его. То есть, мне очень нравился старт, неплохой переход к сердцу, а вот пока шел переход от сердца к базе, появлялось то, что мне не совсем нравилось. Аромат свежий. Я, конечно же, отнесу его больше на теплое время года. Это однозначно для меня весна, лето. Можно, конечно, попробовать и в холод. Возможно, соседство ягод и морозной свежести украсит его. Но, честно, не хочется. Для меня он слишком холодный в этом плане. И холод на холод, нет, не хотелось бы. И, опять же, простоват. Поэтому, конечно же, он отправляется на полочку отстаиваться до лучших времен. Неприхотлив в плане формы и стиля, куда его можно носить. Главное, чтобы он вам нравился. А так, пожалуйста, в пир, в мир, в мир, в добрые люди, как я это часто люблю, говорить про некоторые ароматы. Абсолютно будет уместен в рабочем каком-то коллективе, в узком рабочем коллективе. Ну, собственно, как бы более нечего добавить. Абсолютно не ассоциативен. Знаете, да, я люблю какие-то ассоциации. Какая женщина может носить, какое платье, какие обстоятельства. Вот здесь я наношу его и вижу огромный зеленый куст черной смородины. Умытый немножко росой. Вспоминается моя дача. Когда я была маленькая, у нас была дача, мы часто туда ездили. И я довольно часто собирала как раз черную смородину. Вот, и, собственно, это все. Дальше тупик. Далее никаких ассоциаций нет. Поэтому, как бы, и добавить более про этот аромат нечего. Ну, далее давайте перейдем к следующему аромату. Это цветок орхидеи от Карла Лангерфельда. Совершенно случайный экземпляр в моей коллекции. Ничего, собственно, не предвещало. Не было никаких хотелок, скажем так, в этом плане. Листала сайт Натины. Его акции наткнулась на цену 1700 рублей за сотку. Я подумала, о, как интересно. Тем более, Карл Лангерфельд. Я с его парфюмерией на тот момент была вообще не знакома. Да, признаюсь честно. Вот, поэтому закинула на всякий случай, что называется, себя в корзинку, чтобы зафиксировать стоимость. А далее такое благоприятное стечение обстоятельств. Я чисто случайно оказалась рядом с Литуаль. И, опять же, как-то раньше не обращала внимания, был там раньше представлен Лангерфельд или нет. Но в этот раз, что называется, было все. И все тестеры, и все свеженькие, и очень хорошо представленные. Я думаю, конечно же, попробую. Нанесла на себя, нанесла на блотер, поехала домой, долго думала и решила, да, забираю. Итак, это аромат 2019 года выпуска. Относится к группе цветочных. Давайте рассмотрим сначала его флакончик. Вот, казалось бы, без изысков, но сделано добротно. Смотрите, напоминает мне все это дело фигуру ладьи в шахматах. Создатель аромата Эмили Копперман. Если говорить про ее работы, значит, она работала с Арифлейм, работала с Фаберлик. Те, кто следят за парфюмерной жизнью сетевиков, в частности, Фаберлик, наверняка знают аромат Зефир, который вышел вот буквально недавно, если брать что-то постарше, это Офи Эрик Эмоциональ. Также она работала с Барбари, Каролиной Эрера, Живанши, Пакарабан, аромат Black Access for Hero, кстати, по-моему, один из самых знаменитых в ее портфеле, и Трусарди, Sound of Donna, то есть предыдущий парфюмер у нас просто Донна, а здесь Флангер. Ну и еще, если говорить про дом Лангерфельда, то она создала несколько ароматов. Вот в эту линейку она достаточно широкая, да, там не только цветок орхидеи, там, по-моему, ветиверы, что-то, по-моему, еще с лимоном связано. То есть, в принципе, она позиционируется как моноароматы, да, на первый взгляд, но на самом деле нет, все парфюмы имеют свою пирамидку. Что же касается пирамидки, цветок орхидеи. Итак, верхние ноты это нероли и грейпфрут, сердце, жасмин, орхидея и розовый перец, и база, бобы тонко, кедр и пачули. Старту аромата цитрусово-дразнящий, такой достаточно дерзкий, немножко мысленистый, но при этом, как ни странно, совершенно не горький, потому что обычно, да, у нас что грейпфрут, что нероли могут выдавать горечь. Сначала первенство берет нероли, да, но постепенно грейпфрут, что называется, укладывает ее на лопатки. И таким образом у них довольно длительное время, порядка 20 или 30 минут происходит борьба. То нероли выходят на первый план, то грейпфрут. Вообще удивительно, повторяюсь, несмотря на то, что аромат довольно прост в пирамидке, при этом свежий, да, но звучание плотное и раскрытие медленное. Да, девочки, забыла упомянуть тот факт, что вот этот аромат лучше всего тестировать именно на себе, потому что на блоттере разница есть. Там выпадают некоторые нотки, он звучит несколько слаще на блоттере, и вот на коже я заметила какие-то вяжущие нотки, что-то типа лакрицы, что ли. Не могу точно сказать, что это, да, но повторюсь, на блоттере этого замечено не было. Итак, как я уже сказала, аромат раскрывается неспешно, минут 20, и у нас появляются белые, тонкие, нежные, но при этом плотные цветы. Безусловно, первая скрипка здесь за орхидеей, кто бы мог подумать, потому что аромат ее имени, и ее уже в дальнейшем обрамляет жасмин. Плюс, хотя здесь этого не заявлено, но я почувствовала лили. База проявляется где-то уже через... Нет, ну в целом от момента нанесения, наверное, все-таки час проходит. Хоть она такая постепенная, несмелая, но за счет бобов тонкая и почули, она получается обволакивающая и такой немножко сливочной. А за счет кедра она остается в разряде свежих. То есть кедр не дает аромату уплотниться, и, собственно, шлейф достаточно прозрачный и легкий. И, подводя итог, можно сказать, что аромат в целом немножко холодный, немножко дразнящий, немножко вяжущий. Если брать сравнение, то я бы сказала, что для меня это аромат оранжереи цветочный, такой закрытый, или, может быть, зимнего сада. Но если вы не были ни там, ни там, то могу привести такой пример, как большой цветочный отдел в гипермаркете. Например, в Ашан или же в Леруа Мерлен, где, собственно, как раз соседствуют цитрусовые деревья и орхидеи, которые очень часто там встречаются. И еще влажность. Из-за того, что эти цветы часто поливают, чтобы они имели товарный вид, да, влажность есть такая нотка в данном аромате. Аромат легкий, мягкий, женственный, ненавязчивый, демократичный, скромный, но при этом милый. Абсолютно уместный, на мой взгляд, в любой обстановке, в том числе и в узких, таких, закрытых офисах, да, в небольших коллективах. Я не думаю, что он будет кого-то напрягать, раздражать. Определю больше на теплое время года, это весна-лето, неприхотливый в плане какого-либо стиля. И, собственно, вот что можно сказать о флаконе? Вот вроде бы прост, да, но добротен. Вот то же самое можно сказать про аромат. Прост, но при этом звучание не избитое, не тривиальное и достаточно интересное. Собственно, поэтому я и рада данной покупке. Он выделяется среди всей моей коллекции. И чего-то подобного, по-моему, у меня нет. Поэтому в целом абсолютно довольна. Третий аромат, тоже, кстати, заказанный мной в Натино, это Love Shepard, соответственно, от Shepard. Вот такой красавчик, красивого, глубокого, красного цвета. Познакомилась я с ним благодаря сайту Makeup. Он у меня выпал в качестве рекомендации. Дело в том, что я заказывала от Shepard Кашмир, а на Makeup так бывает. Если вы заказываете какой-то бренд, то в дальнейшем его новинки или же какая-то другая продукция будет выскакивать у вас в качестве рекомендуемой к заказу. Сказочная цена 1700 или 1800 рублей за 50 мл. Но я как-то так посмотрела и думала, да ну нет, не буду пока заказывать, подожду. И в дальнейшем, я не знаю, то ли рассылали аромат парфблогерам, то ли они сами приобретали как новинку, аромат свеженький, да, 20-го года. Пошла реклама, да, в частности, видела я его у Карины Цакоевой, где она его характеризовала как аромат коричной, такой специевой розы. И его начали расхватывать. Он буквально тут же исчез с Makeup. И когда уже вернулся, стоил он не 1700 или 1800, а стоил он уже 5000. Ну, представляете, разницу, конечно же, по этой цене я брать не хотела, но аромат интриговал. И в конечном итоге я взяла его в Натино по акции за 2430 рублей. Это хорошая цена, потому что обычная за 50 мл сейчас идет 3,5 и вот так 3,6 примерно. Так, давайте начнем с флакончика. Невероятно хорош, тяжел. Я об этом говорила еще в покупках. Я когда взяла коробочку в руки, я обалдела, потому что, думаю, 50 мл. А здесь сотка Лангерфельда, и она легче. Дело в том, что здесь крышка идет из стекла. Смотрите, какая здоровая. Ну, может, кому-то это и не понравится, да, излишне громоздко, тяжело. У меня в целом флакон радует. Здесь такой жетончик, Love Shepard, который тоже идет как украшение. Как я уже сказала, аромат 2020 года относится он к группе восточно-цветочных. Основные, скажем так, три эпитета, которые его описывают, это розовый, теплый и древесный. Создатель аромата Альберто Марилос. Это парфюмер с большим стажем. У него порядка 430 работ в портфеле. И, по-моему, начинал он еще в 90-х, если не в 80-х. И, кстати, это чувствуется, да, чувствуется присутствие вот неких отголосков вот этой школы 90-х, 80-х в этом аромате. Поэтому, да, кому-то это может не понравиться, кому-то, ну, такой, как я, напротив, да, определенно нравится. Если говорить про его работы, которые, что называется, на слуху, потому что все 400 однозначно перечислить трудно. Это Арман Баси, аромат Инерет. Это Эйвен, аромат Тризель. Далее много работал с Булгари, с Киллиан. Каролина Эрера, аромат 212 Вип, золотая ампула. Кельвин Кляйн, тоже достаточно популярный у них аромат The One. Да, самый, вроде бы, такой недорогой, унисекс, но очень востребован. Гуччи, аромат Гуччи Блум, а также несколько его фланкеров. Работал с Кинзо, с Марк Якобс, с Ланком, аромат Миракл и Версачи Брайт Кристалл. Я еще выделю. Вообще, так, если посмотреть на его работы, они все-таки в большинстве своем какие-то свеженькие, да, то есть, ну, не тяжелые однозначно. Ну, вот, про Лав Шапарт я бы такого не сказала. Ну, сейчас я вам скажу нотки, да, которые здесь заявлены, пирамидку, я думаю, вы все поймете. Итак, верхние ноты. Дамасская роза, роза, просто роза, да, таивская роза, розовый перец, фиалка и мандарин. Сердце, болгарская роза, марокканская роза, опять же, просто роза, жасмин и цветок апельсина. И база, турецкая роза, пачули, мед, какао, сандал, ваниль, бобы тонко, кедр и тростниковый сахар. То есть, этот аромат, это просто ода, цветку, королеве цветов, розе. Так, я думаю, вы смогли убедиться, какое количество розы здесь заявлено, поэтому, безусловно, стартует аромат томным, плотным, маслянистым звучанием болгарской розы. Также добавляется пудра, это то, о чем я говорила про школу 80-90-х, вот эта пудровая нотка. Из этой розовой завесы достаточно трудно разглядеть, ну, во-первых, остальные нотки, да, единственное, что удалось, это мандарин. Мандарин здесь сладкий, такой не наш кисленький, абхазский, а тонкошкурый, такой, с большим количеством косточек и очень сладкий на вкус. Что касается розового перца, то если вдохнуть аромат с руки, что называется, полной грудью, то можно ощутить, как перец щекотит заднюю стенку глотки. Второй момент, вот из-за этого обилия роз очень трудно рассмотреть переход аромата из одной стадии в другую, да, то есть от верхних нот к сердцу, от сердца к базе. Роза здесь не тонкой красной линии, это такая жирная красная черта, это как ствол дерева, да, настолько ее много, настолько она здесь царит, что, опять же, да, как я уже сказала, трудно ощутить какие-то нюансы. Единственное, да, добавлю, что вот эти цитрусовые нотки, в частности, мандарин, цветок апельсинового дерева, они задают аромату некой сочности. И также мед. Мед здесь заявлен в базе, но, на мой взгляд, он появляется еще на подходе к сердцу, потому что я так и вижу розу, которую прям обмакнули в жидкий мед. Он с нее стекает, и аромат получается розовый, с одной стороны, и с другой стороны прям такой, ну, слепательно сладкий. База. Когда аромат приближается к базе, то он становится немножко легче, роза рассеивается. Ну, не нужно, скажем так, тешить себя тем, что она куда-то пропадет, уйдет, нет, роза остается все такой же громкой. И только в самом конце, спустя, наверное, часов шесть, а то и больше, она уже отдает бразды правления в руки древесным ноткам. И аромат на выходе получается древесно-розовым, с оттенками темного шоколада, это за счет какао, и немножко корицы, да, такой коричневый. Итак, в целом, подводя итог, аромат сладкий, плотный, чувственный, насыщенный, очень шлейфовый, с высокой зоной поражения, ну, где-то порядка метров двух, а то и трех. Если вы куда-то придете с этим ароматом, то вы однозначно обратите на себя внимание, я уж не знаю, в каком смысле, в хорошем или плохом, но вы тут же заявите о себе. Что нужно знать об этом аромате, чтобы не было мучительно больно? Я читала отзывы на фрагрантики, и, конечно, забавно было читать некоторые комментарии, негативные отзывы в его адрес. Беда в том, что Шапарт приобрести за тестом достаточно сложно. Я не знаю, как в Москве, у нас в Воронеже он однозначно не представлен, ни в Литуаль, ни в Эльдебате, в Ревгош давно не была, не знаю, может быть, там есть линеечка Шапарт. Но, насколько я поняла из комментариев, история такая же, как у меня, аромат приобретался вслепую, в основном по отзыву парк-блогеров. Итак, что нужно знать о нем, чтобы не было обидно? Первое, да, это момент со старой школой. То есть, нужно понимать, что аромат несет в себе отголоски старой школы. И если вы любите исключительно современное направление, если вы не приемлете вот этой пудровой нотки аромата в 90-х, то, скорее всего, аромат будет не в кассу. Второй момент. Вы должны любить розу без всяких если, без всяких оговорок. Знаете, как бывает, я люблю розу, но я люблю фруктовую розу. Я люблю розу, но я люблю, чтобы она звучала как шиповник или как гидролат или исключительно как масло. Здесь вы прочувствуете буквально все розовые оттенки, какие возможные тут тебе будет. И фруктовая, и десертная, и маслянистая, и тот же гидролат, и кустовая. И вот эти розы, которые нам дарят на праздники, или не на праздники, вот такие яркие, красные, свежие. Все это здесь есть. И звучит, как я уже сказала, на протяжении, вот что называется, от начала до конца. Поэтому только при таком условии, что вы любите розу во всех ее красках и во всех ее проявлениях. Следующий момент. Это аромат не на каждый день. Он однозначно не подойдет куда-то в офис, в рабочий коллектив. Потому что не факт, что все любят и принимают розу, и возможно, кого-то аромат будет раздражать и напрягать. Конечно, можно варьировать шлейф. Здесь, мне кажется, даже один-два пшика, и все равно аромат будет звучать достаточно громко. Я бы сравнила его с таким красным бархатным платьем в пол, декольтированным, достаточно помпезным. Но чтобы не быть абстрактной, давайте вспомним фильм «Красотка», когда он повез ее в оперу. Как она была одета, ее прическа, ее драгоценности. Вот примерно то же самое с этим ароматом. То есть он будет своим не всегда и не везде. Здесь нужен определенный момент, определенный смысл, определенный стиль одежды. Это, опять же, как я уже сказала, театральность. Это какие-то вечеринки, обязательно костюмированные. Поэтому, да, этот момент тоже стоит учитывать. Но, возможно, вы скажете, да, я там нечасто посещаю вечеринки или театры. Я, кстати, то же самое могу сказать про себя. Да, я не помню, когда уже последний раз была в театре, хотя очень хочется. Ну, как бы ковид внес свои коррективы в этом плане. Да, если вы не можете одеть его на какие-то такие помпезные мероприятия, то дайте ему волю, дайте ему пространство. То есть, надевая его, вы должны понимать, что вы большую часть времени проведете именно на улице. Причем, однозначно, это холодное время года. Это даже не оговаривается. На мой взгляд, это осень, это зима. И если вы дадите ему вот эту волю, простор, порывы прохладного и холодного ветра, аромат отплатит вам большой благодарностью. За вами будет тянуться невероятно красивый шлейф. Ветер, скажем так, вот эту розу разбавит. И определенную дозу комплиментов вы получите. Ну, я, по крайней мере, получила. Поэтому, ну, если вас все вот эти пункты не напрягают, то, конечно, вы можете на данный аромат обратить внимание. Если хотя бы по какому-то из пунктов у вас идет нестыковка, то тогда лучше всего проходить мимо. Ну, у меня, собственно, про этот аромат все. Так, ну, я перехожу к четвертому заключительному аромату, аромату легенде. Собственно, с этой целью он и приобретался для пополнения коллекции ароматов легенд, таких как Шелемар, Опиум. Это Самсара от Герлен. Наверное, правильнее будет читать Самсара, да, потому что Самсара, Самсара, по-моему, одно и то же в переводе означает вечный круг жизни. Но здесь я не за правду, я здесь за комфорт. Вот мне комфортнее называть этот аромат Самсара, поэтому, да, можете меня, конечно, поправлять, но я останусь при своих. Итак, аромат 89-го года. Давайте рассмотрим сначала флакончик. Раньше он был, на мой взгляд, более интересным и передавал, что называется, сущность аромата. Он был такой обтекаемой формы, глубокого красного цвета, более темный, чем Лафа от Шапарт. Но впоследствии Герлен перелили свои знаменитые ароматы вот в такие флакончики, матовые с пчелами, а-ля Аква Алегория. А еще чуть позже, это уже в 20-21 году, они создают свою линейку легендарных ароматов, и они уже выходят во флакончиках а-ля для пяти торбнуар, то есть такие плоские, с треугольными крышечками. Я, кстати, очень рада, что у меня именно эта версия в руках, потому что, если взглянуть на пирамидку, здесь хоть и флакон другой, но пирамидка осталась та же, что и в 89-м году. То есть, может быть, они заменили натуральные ингредиенты на синтетику, но остались при своих. А вот если брать пирамидку, то, что они переиздали в 20-м, ну, по-моему, 20-м или 21-м, а то я сейчас напутаю, то там уже пирамидка посеченная, усеченная и гораздо беднее, чем представлено сейчас у меня. Итак, как я уже сказала, аромат 89-го года, создатель сам Жан-Поль Герлен. Жан-Поль Герлен, внук основателя дома Герлен, собственно, при нем дом и расцвел. И у аромата невероятно красивая история создания, потому что Жан-Поль создавал его для своей возлюбленной, впоследствии жены, которую звали Десея де Пау. Дело в том, что девушка совершенно не пользовалась парфюмерией, так как она не могла найти свой аромат, свое парфюмерное, я не знала, что хотела. И вот, да, так интересно складывалось, у нее был влюблен парфюмер, а вот парфюма у девушки не было. Поэтому Жан-Поль поставил себе целью создать аромат именно для нее. Он стал изучать ее привычки, пристрастия, черты характера, и таким образом родился аромат Самсара. И давайте посмотрим, что же входило в его пирамидку. Входило, входит. Верхние ноты иланг-иланг, персик, бергамот, зеленые ноты и лимон, сердце, ирис, жасмин, роза, фиалка и нарцисс, и база, сандал, ваниль, ирис, амбра, бобутонка и мускус. Старту аромата тонный и сладкий. И здесь буквально сразу вас окутывает аромат иланг-иланг. Он настолько насыщенный, что свои любимые персики, а я уже неоднократно говорила, что люблю персики в парфюмерии, я их не сразу услышала. Потому что они буквально вот в этой сладости сливаются в унисон с иланг-иланг, и прочувствовать я их смогла где-то уже минут через пять, не раньше. Затем при более глубоком вдохе, первое, что вы ощутили, это иланг-иланг, далее делаем глубокий вдох и уже мы ощущаем такие терпкие зеленые нотки. Здесь, конечно же, цитрусы, это бергамот и лимон, ну и, соответственно, заявленные зеленые ноты. Также в аромате присутствует пудра. Безусловно, да, тем более, учитывая, что это 89-й год, но бояться ее здесь совершенно не стоит. Она не сухая, она не резкая, у вас нет ощущения, что вас вот взяли и носом засунули в пудреницу. Нет, она здесь немножко затертая, увлажненная и приобретает такой кремовый оттенок. Более того, пудра здесь несет, на мой взгляд, некое связующее звено между переходами, да, от верхних нот к сердцу, от сердца к базе и не дает аромату, что называется, выбиваться и строить, не до коленца выбрасывать, резкие переходы, да, она все это дело обволакивает и сглаживает. Аромат раскрывается неспешно, очень медленно, да, спокойно, размеренно. И когда появляются ноты сердца, то открываются они нам ирисом, фиалкой и нежной розой. Да, роза здесь очень нежная. А чуть позже, еще где-то через 5 минут, появляется тандем нарцисса и жасмина. Что же касается базы. База, ну, от начала нанесения, это не меньше часа, может быть, даже больше. Она сладковата, древесная, теплая, с сливочным медовым отливом. Невероятной красоты, на мой взгляд. Самая красивая как раз здесь эта база. Итак, в целом, аромат женственный, мягкий, нежный, чувственный и сексуальный. Причем сексуальный не в том плане. Иногда мы в это слово вкладываем нечто такое агрессивное. Например, это в кожаных ароматах. Здесь она, напротив, такая ненавязчивая, но в то же время явно ощутимая. Не стоит забывать, что здесь довольно большое количество афродизиаков. Тот же иланг-иланг, амбра, мускус. Поэтому, безусловно, аромат, на мой взгляд, усиливает привлекательность женщины, которая будет его носить. По времени я бы определила его на холодное, осень-зима, но я знаю, что есть девушки, которые буквально влюбляются в этот аромат, видят в нем свое парфюмерное я и используют только его. Поэтому у них это аромат в любое время года, в любое время суток и, собственно, только так. Стиль элегантный. Не важно куда, но важно прочувствовать этот аромат и быть с ним, что называется, в унисон. Так, ну и в довершении, наверное, пару слов о том, для кого этот аромат. На мой взгляд, он для женщины с определенным жизненным опытом, при этом женственной, чувственной, ласковой, нежной, которая способна не только принимать любовь, но и дарить чувство умиротворения, ласки, покоя своему мужчине. При всей своей хрупкости, на первый взгляд, это достаточно стойкий человек, который способен, что называется, постоять за себя. И вообще аромат самсара, он позиционировался и позиционируется как аромат настоящей красавицы. Настоящая красавица – это не какой-то образ с киноэкрана, это не образ с обложки журнала, это не идеально отполированные ноготки, кончики волос, идеальный разгресс глаз или там одежда. Это тот образ, это те черты, которые любят вас, видит вас именно ваш мужчина. И, как я уже сказала, данный аромат способен эти черты, скажем так, сделать еще более притягательными, еще более манящими, да, именно в его глазах. Собственно, в этом нет ничего удивительного, потому что аромат создавался как ода влюбленного мужчины в свою женщину. На этой красивой ноте, наверное, давайте завершим обзор. Это все, что я вам хотела сегодня рассказать. Всем огромное спасибо, кто был со мной. Всем пока и до новых видео. Субтитры сделал DimaTorzok